Харьков, Харьков. 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 Я хочу быть в Омске. Очень рада быть снова в Омске. Сумерно, что здесь много изменилось. Кажется, здесь очень многое изменилось. Два года назад здесь здесь был. Последний раз, когда я здесь был, два года назад. И, я помню, это как будто там внутри. Внутри выглядело, насколько я помню, как внутри... А сейчас это выглядит как храм. Это фантастика. И я не помню, чтобы было так светло раньше. Здесь немного ярче стало. И я не помню, что Радхи Кришна, пожалуйста. Я не помню, что Радхи Кришна, пожалуйста. У меня есть инсталляции в последние... Два года. Этот год? А инсталляция была выделка тоже? Да, в прошлом году. Как это зовут, пожалуйста? Шиши Рада Говинна. Шиши Рада Говинна? Рада Говинна. Хорошо. У меня есть смиренная просьба. У меня есть смиренная просьба. Пожалуйста, выключите сотовый телефон. Пожалуйста. Включая, переживай вибрации. С одной стороны, это очень большой вызов, чтобы мы были здесь. Чтобы мы сфокусировали свое внимание на трансцендентной вибрации. Фокусировали свое внимание на философию. Наше сознание сфокусировали на философии. Это уже трудно для нас. Когда мы говорим, когда телефоны звонят, это делается еще более трудным. Это нет необходимости. Я вам гарантирую, выживите, если выключите телефон. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Вы знаете, что сейчас вы можете получить водоотталкивающий телефон. Вот они проницаемые. Вы можете купить водопроводную кассу. Чехол, чехол. 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 Знаете, зачем это водонепроницаемый чехол нужен? Не могут пить атлит. Причина, что вы temos водонепроницаемый чехол для вашего магн Kopна, то есть что вы их взяли в Corel с собой. И причина в том, что вы берете этот вот непроницаемый чехол для того, чтобы брать его в душу с собой. Can you imagine? People are so attached to their mobile phone, that they'll take it in the shower. Just imagine if we were as attached to Bhagavad-gita as we are to our mobile phones. Представьте только, если бы мы были привязаны к Bhagavad-gita, как она есть, так же, как кто-то на телефоне. It's like your mobile phone starts ringing any time of the day or night, anywhere. Ну, сутовый телефон. В любое время, в любом месте он так вот звонит. What if just at any time of the day or night you think of Bhagavad-gita verses? И вот в любое время, в любом месте вы так же думали о стихах Bhagavad-gita. What if, like, for instance, when you leave your house, you forget your mobile phone? Вот представьте, если вы выходите из дома, и вы забываете сотовый телефон. What do you do? Чшшш, land on the brakes, чшшшш, надо обратно сотовый телефон забрать. I can't go out without my mobile phone. Я не могу без него уходить. Куда-то? What if you thought like that about Bhagavad-gita? Если бы вы так думали о Bhagavad-gita, что так же? I don't have my gita. О, я ехал, гиты, смотри. Go back and get my gita. А, ты мой. So, anyway, Please, you don't need your mobile phone here at this time. Пожалуйста, в любом случае, вот эти сотовые телефоны здесь вам сейчас не нужны. Спасибо. Who's like Madonna? Why is the Madonna player five kilometers away? Come all the way up here. So we can be together, okay? Why is the Madonna player five kilometers away? Why is the Madonna player five kilometers away? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я был рожден во тьме невежества, и Духовный Учитель открыл мне глаза святочим знаниям. Я предлагаю Ему свои смиренные поклоны. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем Ваишнамам, предным слугам Господа, которые полны сострадания Башим обусловленным душам и способны исполнить желания каждого, подобно нашим древним желаниям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы читаем из Бхагавад-гита, как она есть, глава восемнадцатая, совершенство отречения. Текст номер семьдесят восемь. Пожалуйста, повторите. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, теперь постарайтесь послушать очень внимательно, как я читаю стих. Чтобы вы могли повторить так, как я прочел, вместо того, как вы привыкли. Потому что, как я успеваю, немножко отличается от того, как вы привыкли. Если вы делаете это, как вы привыкли, значит, вы более или менее это механистично делаете. И значит, вы не даете достаточного внимания личности, которая идет. Пожалуйста, отложите в сторону свои привычные представления и старайтесь идти за тем, кто ведет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как я читал? Вот таким образом. Here's how you did it. А теперь, пожалуйста, как вы делали? А теперь послушайте, как вы. Пожалуйста, попробуйте, как я. You understand the difference? Here's how I did it. Here's how you did it. So try to do it the way I did it. bike That God has Right� to control nature as a friend as a background. That God has been learning. Wow! Right, got it! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Продолжение следует... 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 Однако самым сокровенным наставлением является повеление Кришны предаться Ему, всегда памятуя о Нем и служа Ему. В этом суть 18 главы. Хорошо, еще раз стих. И где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Аржуна, непреизойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. И эти четыре вещи, это те вещи, которые каждый хочет получить в той или иной институте. Каждый хочет изобилия. Каждый хочет победителя быть. Силы. Каждый хочет. Но не каждый хочет быть нравственной чистоты. Но многие люди хотят нравственной чистоты. Или они говорят, что они хотят. И эти вещи достигаются через то, что мы впускаем Кришну в свою жизнь. И в каком-то смысле человек не должен бросить все. Просто надо сделать Кришну центром своей жизни. Просто надо сделать Кришну центром своей жизни. Ну, как в большинстве квартир сейчас есть зал, главная комната. И в центре этого зала сейчас есть диваны, кресла. И в центре есть плоский экран телевизора. Телевизионный Бог. И каждый садится вокруг Его, почитает этого Бога. И смысл в том, чтобы поменять то, что является центром нашей жизни. Потому что все другое, что человек собирается делать центром своей жизни, не собирается наполнить его жизнь удовлетворением. Потому что он не способен удовлетворить душу. Кришна известен как резервуар нашего наслаждения. Таким образом, он способен удовлетворить каждого. Таким образом, именно поэтому повторяется в Писании принять прибежище у Кришны. И в этом комментарии Шила Прабхупада много говорит о предании. И предание – это то слово, которое большинство людей не любят слышать, не хотят слышать. Даже преданные не любят слышать слово предание. Чрезвычайно звучащие слова ужасно – предание. В определенном смысле это слово не нужно использовать в социальном взаимодействии. Например, renunciation – отречение – terrible word. Ужасный слово. Austerity – аскезы. Discipline – это не очень хорошее слово. Но наихудшее слово из всех – это предание. Потому что люди думают обычно, что если они кому-то предадутся, их будут эксплуатировать. Но одна вещь, которую мы должны будем одержать – это, что мы уже кому-то предались. Мы предались трём годам материальной природы. Но они стали настолько для нас близки и знакомы, что мы даже не задумываемся о том, что мы им предны. И под влиянием силы иллюзии мы думаем, что мы независимы. Но мы не независимы. Мы вынуждены действовать тем или иным образом. В соответствии с нашей ситуацией внутри гурматериальной природы. Вы не свободы, вы независимы. Вы не свободны, вы выбрали. И в спектре ваших выборов достаточно ограничен. И в спектре ваших выборов достаточно ограничен. Они приходят к вам и спрашивают, что вы хотите. Они приходят к вам и спрашивают, что вы хотите. Вы простите, я не могу соревноваться с ребёнком. И стюардесса спрашивает, что вы хотите апельсиновый сок или яблочный. Я, пожалуй, выберу яблочный сок. Вы говорите так, в серьёзный вид. Я свободу воли свою использую, независимый. Яблочный сок, пожалуй. Поздравления. Но ваш выбор действительно ограничен, вы в жёстких рамках находитесь. Вы вынуждены выбирать, что возможно в этом самолёте. Но некоторые самолёты более продвинутые. Если вы захотите, можно ещё томатный сок. Но, так или иначе, ваш выбор очень ограничен. И в самолёте, вы именно конкретным самолётом ограничены. И в трёх годах материальной природы, мы ограничены именно конкретным сочетанием этих гор, в которых мы находимся. И конкретно этим утром я прилетел из Барнаула в Омск. Я выбор сделал, сесть именно на этот рейс, именно на этот самолёт. Но, с того момента, как я этот выбор сделал, сесть на самолёт, остальные мои выборы были очень жёстко ограничены. До тех пор, пока я в Омск не упал. Ну и можно сказать, что я предался этому конкретному самолёту. Таким образом, можно сказать, что мы преданы конкретной ситуации в материальном мире. В соответствии с нашими желаниями и деятельностью в предыдущих жизнях мы получаем определённое тело. Которой соответствует уникальное и очень особенное сочетание телку материальной природы. И мы вынуждены действовать в соответствии с этой ситуацией. Другими путями мы действовать не можем. Вы приняли прибежище у определённых гуматериальной природы в их сочетании. Другими словами, вы преданы вот этой вот ситуации, это его сочетанию конкретной природы. Но, совсем недавно, вы даже не осознавали, что происходит. Мы настолько давно в этой условленности находимся, что мы не осознаём, что мы привязаны к этому всему. Иногда материальный мир сравнивают с тюрьмой. Иногда материальный мир сравнивают с тюрьмой. Для него это просто обычная жизнь. Он здесь был очень долго, поэтому... Точно так же мы материальными гудами обусловлены очень долго, поэтому это кажется для нас нормальным. И освобождение от гуд материальной природы, которое выполняется через предание Кришне. И это кажется для нас очень странным. Ну, например, я слышал историю о человеке, который был в заключении 50 лет. Ну, он в тюрьме был достаточно счастлив. Он о нём там заботились, еды хватало. Медицинское обеспечение было. У него хорошая работа была в тюремной библиотеке. Но они его однажды выпустили. Он не знал, что делать, просто не понимал. Его устроили, ему дали работу, дали место, где жить. Очень хорошо себя вёл, вежливый был, интеллигентный человек, хороший. Но когда он выпустился из тюрьмы, ему было 70. Но он не мог справиться с этим. Таким же образом мы привыкаем к тому, что обусловлены углы материальной природы. Прибежище принимаем углы материальной природы. Таким образом, что принятие прибежища у Кришны скажется нам чем-то экзотическим. Но, на самом-то деле, принятие прибежища у Кришны – это нормальное состояние души. Это единственный способ избавиться от влияния глуматериальной природы, которая является средой для наших страданий. Источником. So, this taking shelter of Krishna, it's not something superficial. Ну и принятие прибежища у Кришны – это не что-то поверхностное. It's something very deep. Это что-то очень глубокое. And very personal. Это очень личностное. Because Krishna is a person. Потому что Кришна – это личность. And Krishna is a person, and therefore everything about Krishna, everything in relationship to him is also personal. And, for instance, his holy name is the same as him. So, taking shelter of Krishna, one of the things, practical ways in which we can take shelter of Krishna, is we chant. We have so many pressures in life. That's right? Everybody has pressures. Pressures. No, pressure means. There are a lot of situations that are forced to do something. Yes. Everybody has pressures. Anybody here doesn't have any pressures? Anybody here doesn't have any pressures? Или все свободны от этого? Есть кто свободны? Да? Everybody has pressures. У кого-то есть? Покажитесь. У кого-то вынуждаете то, со что делать. What do we do about those pressures? И что с этими всеми давлениями делать? What's the solution? It's all day long, every day, isn't it? Каждый день – это постоянно, на протяжении целого дня. It's not just me? Okay. So, all day long, every day, there's various kinds of pressures. What do you do about the pressure? Let's say, what do people normally do about the pressure? Let's say, what do people normally do about the pressure? They're hyunology. How need you better? They think they need to improve? Are they great? What do you do? Are they great? Something outdated, I do not understand. Sasha, tell us first, we systemize this or what is that and what is that? Анализируем? Анализируем? Да. В western medical sciences, как они знают, что болезнь вызывает гермы. Гермы? Гермы. Однозападная медицина Микробы. Да. Западная медицина говорит, что причина болезни это микробы. Мы их не любим, правда? Но мы их не видим. Однако, если мы хотим их увидеть, мы их помещаем под микроскоп. И что происходит, когда мы этих микробов под микроскоп помещаем? Они не уходят. Они уходят. Волосы на голове дыбаются. О, обучение. Они что? Она говорит, что мы очень обучаем. И они говорят, что они очень обучены. Когда вы поставите гермы в микроскоп, они становятся больше. Они становятся больше. Когда вы под микроскоп ладёте. Они не уходят. Они не уходят. Вот это именно и происходит, когда мы наши проблемы под микроскоп нашего аналитического ума кладём. Именно это и происходит. Они становятся большими проблемами. Часто вот то, что происходит. И помимо всего прочего, мы также ищем корень этих проблем. Мы рассекем под жулку без прогрессов. Что я? Под жулку без прогрессов. Да. Ну, это другая тема уже. Мы к этому ещё вернёмся. Но, что я говорю, что много раз, что мы делаем с проблемами, мы анализируем их. Очень часто, когда мы пытаемся копаться в этих проблемах, анализировать, мы их кладём под микроскоп наш. И это в микроскопах делает очень большими. I got this problem. I mean, I'm always a problem. I'm always a problem. I'm always a problem. I'm always a problem. Посмотрю, подумай над ней, что там снять. It consumes your whole consciousness. И всё наше сознание поглощает это. We're thinking about this problem all day. Мы с ней относимся круглосуточно, постоянно глаза таки снять. Но она почему-то не уходит. A lot of times it just gets bigger. В большинстве случаев, во многих случаях, она просто больше становится. So, microscopically analyzing the problem is not necessarily the best solution. What's another solution that people take? I have some pressure or some problem. Когда на них проблемы какие-то давят, ещё одно решение какое есть? Игнорируем проблема. Игнорируем проблема. Ну, игнорируем проблема. Иногда преимущества есть, когда мы игнорируем проблема. Это зависит от того, как вы работаете. Если заяц видит, что волк идет, я слышал, что заяц закрывает глаза свои. И он представляет, что волк ушел. И прямо сейчас есть волк. О, дерева нет. Потом волк приходит, откусывает ему голову. Но если вы игнорируете проблему, и воспеваете Харе Кришну, это хорошее решение. Потому что, если вы воспеваете Харе Кришну, Кришна открывает вам, как решить эту проблему. Или во многих случаях, если воспевать Харе Кришну, эта проблема незначительной становится. У меня есть духовный брат, который в Искон был президентом храма 17 лет. Большинство из вас, наверное, никогда не было президентом храма. Вам очень повезло. Потому что, если вы президент храма, люди к вам приходят постоянно. Ну, в основном, за двумя вещами. Или они что-то от вас хотят. Или они о чем-то хотят нажаловаться. Вот это вот именно есть суть президента храма. И какие-либо преданные не приходили в его офис. Первое, что он говорил, он спрашивал, «Вы прочитали свои шестнадцать кругов Харе Кришна, Махаматры?» И они очень часто говорили «Нет». Он говорил «Хорошо». «Хорошо, вы, пожалуйста, закончите свои шестнадцать кругов и затем уже возьмитесь». И очень часто они не возвращались. И что это значит? Это могло бы значить, что он их как-то сконфузил, что он не хотел как-будто с ними разговаривать через это препятствия строил. «Ну, я больше не приду, он не хочет разговаривать». Так же это значит, что, возможно, когда они прочитали свои круги Харе Кришна, они осознали, что, может быть, нет на самом деле предмета разговора. И таким образом игнорировать проблему так же, как заяц волк игнорирует, но это неправильно. А если мы игнорируем и воспеваем Харе Кришна, то это хорошо. Конечно же, мы должны думать о вещах и делать какой-то анализ. Но каково качество того, что мы об этом думаем, вообще нашего процесса думания как такового? И часто то, что мы должны сделать, это думать меньше по количеству, но лучше по качеству. Если мы воспеваем Харе Кришна, мы, как бы сказать, ближе становимся по взгляду, как Кришна видит эту проблему, к нему приближаемся. И, да, кто-то говорил, что когда мы чувствуем, что тенденция, когда обычные люди чувствуют, что тенденция, как брать водку. Ну и так же часто, если чувствуют люди давление, какое-то напряжение, делают что-то типа того, чтобы пить водку. Но так же ничего не решают. Это временное бегство, и приносит оно с собой еще больше проблем. И все, что вы можете назвать в материальном мире, оно подобно тому, что мы назвали. И эти деятельности, эти возможности, с помощью которых люди приближуще принимают у материального мира, они, по сути, в свои дни работают. Это просто не наша философия. Смотреть в газеты, новости читать каждый день. И вы увидите просто в этих новостях, что эти вещи не работают. И, по сути, они еще больше проблем дают. Именно поэтому вот этот стих рекомендует принять приближище у Кришны. На протяжении всего времени, в каждый момент. Что бы мы ни делали, мы всегда можем воспевать Харе Кришну. Или мы можем слушать о Кришне. Даже если мы находимся в очень трудных ситуациях. Если мы будем воспевать Харе Кришна, мы будем иметь практический опыт в свое собственное переживание того, как Кришна может о нас заботиться. Если мы не будем отдавать себя в эти глубокие отношения с Кришной, у нас не будет этого опыта чувствовать, как Он о нас может заботиться. У пряных очень много беспокойств на любые темы. Но они всегда убеждены, что Кришна об этом позаботится. Когда мы говорим, что Кришна нас защитит, это же не всегда значит, что Он материально будет нас защищать. Это может значить, что он материально защищает. Но это может и не значить. Но это значит, что мы связаны с Кришной, это самое лучшее положение. И личность, которая приняла прибежище у Кришны, Он уже не подвержен никаким опасностям. Потому что они для него значения не имеют. Это случится. То случится, умрет. Даже кто-то, если считает, боится смерти, да, вот этот страх есть. Но в любом случае каждый-то умирает. Сегодня или завтра. Whether we take shelter of Krishna or don't. Whether or not we take shelter of Krishna or don't. Так или иначе, мы умрем, принимаем, например, еще Кришну или нет. So we might as well take shelter of Krishna. Это может иметь смысл. But even if we are protected or maintained in so many ways. But if we are not taking shelter of Krishna, then we are in danger. If we are maintained or protected in so many ways, but we are not taking shelter of Krishna, then we are in danger. Like, for instance, I've heard that some devotees are concerned about some predictions about 2012. Ну, например, я слышал, что многие преданные предают большое значение о предсказаниях в отношениях 2012 года. Это глупо. Очень много предсказаний это может случиться, то и может случиться. Но одна вещь обязательно случится. Вы однажды должны будете оставить это тело свое. Ну, и вот об этом-то заботиться стоит. Вот, воспевать и слушать прославление Кришны, вот этим нужно заниматься. В таком состоянии мы будем подходить для того, чтобы попасть на Кришна-локу. Попасть на Кришна-локу. Мы будем квалифицированы, получим достаточное состояние. А иначе то предсказание, это предсказание. Например, переход века. Предполагалось, что очень много вещей страшных, ужасных случится. И некоторые особенно глупые люди всерьез это восприняли. Они ушли с их работ. Я думаю, они деньги с банков сняли свои. И они заготавливали всякие сухие орехи, фрукты, сухофрукты. Очень много денег некоторые люди подарили. Полностью изменили свою жизнь всю в связи с этим. И что потом? А ничего потом? А они просто разочаровались. В середине 70-х очень много в прессе разговоров о том, что будет третья мировая война. Некоторые люди очень серьезно об этом все думали. И они спросили Шила Прабхата. Шила Прабхата, если третья мировая война начнется, что нам делать? И Шила Прабхата сказал, Чант Харе Кришна. Воспевайте Харе Кришна. Прабхата рассказывал историю о том, как во время Второй мировой войны Калькуту бомбили. И была тревога о том, что бомбежка сейчас начнется. Прабхата собирался пообедать. Жена ему приготовила несколько качори. И друзья к нему пришли, давай, давай, там сейчас бомбы будут. Прабхата сказал, что я могу сделать, сказал Прабхата. Моя жена качори готовила. Он просто пообедал качори. И как-то он выжил. Так или иначе, один из аспектов реальности в том, что смерть приходит. И с этим ничего не поделаешь. Ну, придет она в 2012 или в 2000 каком еще. Независимо от того, какое предсказание, или того предсказание, или это. Она все равно придет. Но и тело ваше тоже развалится однажды на части. По этой причине, по другой причине, по разным причинам. Все равно это произойдет. Вот это проблема, о которой нужно беспокоиться. Именно к этому мы обращаемся, когда вовлекаемся в предное служение. И, на самом деле, очень важно, наиболее важным является воспевание святого имени, прославление и слушание этой славы Кришны. Насколько, насколько мы вообще возможны. Мы очень больные люди. У нас очень серьезное есть заболевание. Заболевание материальной привязанности. И это заболевание намного, намного хуже, чем рак. Но, к счастью, есть лекарство от этого заболевания. Это прославление и слушание Кришны. Именно это значит реальное прибежище принятию Кришны. Но наше внимание часто бывает приковано к совершенно другим разным вещам. Нужно фокусироваться на слушании и прославлении славы Кришны. Может быть, какие-то вопросы? Кришны. Пожалуйста, почему так происходит, что у людей остаются эти материальные привязанности, даже когда они теоретически понимают, что все равно придется тело оставить и было прослушано множество направлений на эту тему? Да. Она говорит о том, что 10-й офисе, о том, что это происходит. Почему это происходит? Но вы слышите много, что вы не имеете в виду тела, но ваша привлекательность к телу еще есть. Присо. Присо. How long have you been chanting your iglesia? How long have you been in the material world? About one year. And how long have you been in the material world? How long have you been in the material world? I don't remember. I don't remember. I don't remember. Well, I'll give you some information. You've been in the material world for millions of lifetimes. So you have to be a little bit patient. Is that okay? Somebody else? Yes, sir. So we need millions of lives? Not necessarily, no. But at the same time, we are heavily conditioned in a certain direction. And we can't expect to be instantly clear of our bad habit of sense enjoyment. For desiring sense enjoyment. No. Yeah. Ironically, if we're in too much of a hurry, we make it the opposite result. So, ironically, if we're in too much of a hurry, if we hurry too much… What hurry means? Hurry. Hurry. If we're in too much of a hurry, then we may get the opposite result. Therefore it's recommended that we just steadily, methodically practice Vaidhi Sadhana Bhakti. According to our own capacity. Because everyone has different capacity. And Shri Prabhupada said also one should enjoy material life. According to his, how do you say, his own nature. He gave an example. He said it's like salt when you're cooking. You need a certain amount of salt. And how much salt you need will vary from person to person, according to taste. So, he said in the same way, everyone in the material world, just in order to remain sane… one has to have a certain amount of sense gratification. That's okay. If you try to artificially renounce before you're ready to renounce, you just become frustrated. So that's okay. You enjoy it to a certain degree. At the same time you cultivate spiritual resources. But at the same time you cultivate spiritual knowledge. Your enjoyment also has to be according to Sadhu Shastra and Guru. Но также ваше наслаждение должно быть согласовано с гуру, садхой и шастрами. Отличить. А как понять, что этот момент пришел? Какой момент пришел? Какой момент пришел? Что-то готово. То есть то, что у тебя нет этих больше желаний. И ты свободен от этих желаний. Как можно понять? Мы понимаем, что этих желаний нет, потому что они ушли. То есть в чем вопрос? В том плане, что моя обусловленность может мне иллюзию выказывать. Я могу думать так, кто может, или это Курмахарадж может сказать? Я могу думать, что у меня есть эти желания, или нет. У меня есть эти желания. Курмахарадж может сказать, что я свободен от этих желаний и готовлюсь. Я не помню, что Абхилла Прабхупата кому-то говорил из своих желаний, что сейчас ты свободен от своих желаний. Духовный учителям не Бог. Он предстоит Господь. Он может сказать, когда вы не готовы. Он может сказать, когда вы не готовы. Он может сказать, когда вы не готовы. Я знаю одну даму, которая посещала наш храм, каждый день приходила, и она приходила на утреннюю программу, и после этого она оставалась и делала какое-то служение. И она затем уходила домой, дом был достаточно близко к храму, и когда она приходила домой, она курила сигареты, это у нее были ежедневные обязанности. Приходить в храм, петь Хари Кришна, слушать лекцию, принимать прасад, делать служение. И потом приходить домой и курить сигареты. И она даже не пыталась бросить курить. Это было для нее нормой. Но однажды она говорит, что пришла домой из храма, зажгла сигарету, посмотрела на сигарету, и у нее не было желания курить. И с тех пор она не курила ни одной сигареты больше. И ей это было просто неинтересно. Поэтому мы имеем нашу философию. Вишайавани бартантейна рахара жадейхина хана врасабарчан врасопья шапхадан вишвана бартатей. Когда он получает больше вкусов, он потеряет интересы в низких вкусах. Это и есть наша философия. Если у кого-то есть, повышает, кто-то получает высший вкус, к чему-то, то у него пропадает желание чем-то ниши наслаждаться. Мы должны увидеть, когда вот это постепенно происходит, эта готовность наступает. Потому что в один из дней у нас может не быть этого желания, а в другой день оно возвращается. Когда уже готовность вот эта есть, полная, тогда мы можем это понять. Вместо того, что быть нормальным и эти желания будут все возвращаться, вот это ненормально. Норма в том, что этих желаний как раз нет. Не похоже на то, что полностью убежден. Получается, что иногда бывает такой период, когда без желания. То есть кажется, что все нараха зашел. А потом, через какое-то продолжительное время, получается возникает это желание. То есть это как прорастает что-то. Получается, нужно об это желание идти или нужно его игнорировать? Если у вас есть сильная программа, если вы правильным образом следуете процессу, как, например, avoiding the association of non-devotees, например, избегать общения с ним, например, eating only Krishna Prasada, почитать только Krishna Prasada, воспевать свои 16 кругов, регулярно изучать книги Шила Прабхата, служить Ваишнамам, и таким же образом тому подобное. И если у вас есть желание полностью предаться, отречься, то... даже если эти желания назад вернутся, у них не будет особой силы. Так, как Кришна говорит во второй главе Бхагавадгиты. Глава 2. Краткое изложение Бхагавадгиты, 70-й текст. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек, только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Как ветер меняется, желания будут приходить. Тот, который находится в трансцендентном положении, он просто наблюдая, как они приходят. Упс, there's that nasty desire again. О, какое желание опять пришло. И just watch as it go by. О, прошло. О, прошло. О, прошло. О, прошло. Эти два стиха были наибольшим источником поддержки и вдохновения в моей духовной жизни. OK, I think we should end here, but before we actually finish, I want to say something about Śrīla Prabhupāda's books. You see, we have these nice books up here. There's a saying that if you keep on doing what you're doing, you'll keep on getting what you're getting. You understand? If you want something different out of your life, you're going to have to do something different. And the main thing to do is to change the consciousness. We are in the material world, we're all in Maya. Different degrees of Maya. But this is the key for getting out of Maya. This is the cure, this is the remedy for the disease of material attachment. It's hearing transcendental sound vibration. These books distinguish reality from illusion. One way of describing our problem in the material world is that we can't distinguish between reality. We take illusion to be reality. Illusion to be very important. We take reality to be illusion. We take reality to be illusion. We need to change our consciousness. We need to change our consciousness. That means our most important thing to do now is to read these books. And the most important thing to do now is to read these books. Let's say for instance you have terminal cancer. You know, your body is going to die soon. What are you going to do? What are you going to do differently? What are you going to do differently? You are probably going to do something differently. You are probably going to do something differently. Because you are going to be a lot more serious. You know, I just have a short time left. What is the most important thing I could do? Вы будете искать, что наиболее важное в моей жизни я сейчас могу делать. Вот это таким образом выглядит. Потому что мы все знаем, что однажды это тело придется оставить. А времени становится все меньше, меньше, меньше. Когда 30 лет, нам как раз кажется, ой, сколько впереди лет еще, да, много. А через 30 лет еще, вы спрашиваете, а что случилось-то? Последние 30 лет куда-то, оп, нет. Я 30 лет назад как раз планировал читать Шима Багатан. Ну и что-то вокруг этого происходило. А потом, слишком поздно. Сначала вы слишком заняты, а потом слишком поздно. Пока у нас есть эта возможность. Пока наши глаза еще могут видеть. Пока наш язык еще может воспевать. Уши пока слышать могут. Мы должны брать эти книги. И изучать их. И давать их тем бедным людям, которых нет этих книг. Это наиболее важная вещь, которую мы можем делать в нашей жизни. Я не хочу никого шокировать. Но делать деньги это не самая главная вещь в жизни. Я извиняюсь, если это очень как-то трагично звучит. Наиболее важная вещь, которую в жизни нужно делать, это воспевать Хари Кришны, изучать книги Шилапрапады. Почему не делать самое важное? Почему не делать самое важное? Самый прекрасный, бриллианты, дать им. Лучший подарок ему дать. Главное, когда люди собираются, они о чем говорят, всякую ерунду. Они обмениваются. Пустые разговоры. What do people talk about? Что, о чем люди говорят? Who got married? Кто женился? Who got divorced? Кто развелся? Who had a baby? У кого ребенок? Who's in the hospital? Кто в больнице? Who just got out of the hospital? Кто выписался из больницы? Who's going to win the election? Кто выборы выиграет? Who's going to win the football game? Футбол, кто выиграет? That's the most important. Бор важная, бриллианты. Футбол, хоккей. But, you know, what does all this have to do with our eternal nature, who we really are? Nothing. Но какое это отношение вообще имеет к нашей вечной природе? Совершенно никакого. It's just all part of the illusory world. Это часть просто иллюзорного мира. Why participate in all this nonsense? Зачем участвовать в этом всем, в этой бессмыслице? Let's enter the real world. Надо войти в реальность, в настоящий мир. Считать книги пропады. И вы пойдете, окажетесь в совершенно другом мире. It's actually like that. You enter a different world. Это действительно очень напоминает то, что вы попали в другой мир. So, unfortunately, we don't seem to have very many of these books. К сожалению, мы очень многих книг не видим здесь. But it's not enough for everybody in this room. И их недостаточно для каждого в этой комнате. So, I suggest that those of you, who are really serious, should make sure that you're first in the queue, should make sure that you're first in line, make sure you're first in line, to get your book. Получить здесь кругу. Who's gonna sell the books? Кто будет продавать? Dima, Dima. We're in the one place. In the one part of the room. Tell them. Dima, вы не в том месте сидите. How many of you sell books? You're over there. Is anybody gonna help him? Кто-то еще помогать будет? No, no, no. Come over here. Иди сюда уже. Пойдемте сюда. He has a table tour. Anyhow. I already said where the book should be. Okay, so he needs a helper. Who's gonna help him? Да еще кто-то поможет ему. Нужен один. Okay. You need pen and paper, so I can record it. Для записи. Did you tell... Yeah, Catalina? I don't know. It's a pretty parent-sized thing. Somebody give him a pen and paper. Oh, wait a minute. Wait, wait, wait. Honeyball, don't go all the way upstairs. Listen, come down. We don't have time to sit and wait while you go upstairs. Okay, here we got a pen. Somebody got a piece of paper. Hare Krishna, anybody got paper? They got iPhones, but no paper. Okay. Okay, so you have to record. How many of each title someone gets, okay? If you got more books over there, somebody bring the books over here. Okay, very cool. You're just sitting there. Bring them. You say, and then you just sit there. Do it. You're not sitting there. You're not sitting there. You can start. Come and take a book. Come and take a book. No plan. No plan. No plan. No plan. Yes. No plan. No plan. Now, ladies, I'm talking, men, I'm talking too. Now, if you like, I have to distribute this fruit first. After I wash my hands, if you like, I'll sign your book. If you like, I'll sign your book. What's that? That's amazing. You know, Shila Prabhupada said that if you take one step towards him, he'll take a hundred steps towards you. We just saw it happen. You just saw it. Shila Prabhupada! Shila Prabhupada! Shila Prabhupada! Продолжение следует...